Всем привет, с вами Вадим Дока Хаус, и сейчас я запишу для вас обзор мышки от компании Team Scorpions, которая называется ZILOT. Ключевое слово у этого девайса – идеально или прекрасно. То есть, когда я взял коробку с этой мышкой в руки, я сразу понял, что разработчики постарались на славу. Вот, сейчас вы видите часть коробки. Давайте я подвигаю камеру или подвигаю коробку. Вот. Соответственно, она открывается на вот такой вот замечательной липучке. Оп. Вот. То есть, сразу же найдена золотая середина между полностью открытыми девайсами, где девайс виден снаружи, соответственно. Так, вот. То есть, есть коробки такого типа, где девайс сразу виден, есть девайс с дверцами, но который болтается туда-сюда. То есть, он стоит на полке, вот как-нибудь вот так вот приоткрыто. Правда, вы сейчас видите, что я вам показываю? Так, какое место я вам показываю? Вот, да, видите, вот девайс приоткрыто, створка. Ну, короче, некрасиво смотрится. Здесь липучка, и вот, соответственно, с этой вещью началось у меня знакомство с мышью. Как вы знаете, когда вы покупаете девайс или вам его присылают, то первое, что вы делаете, это, соответственно, его распаковка. И, соответственно, здесь меня Team Scorpions опять порадовали. Недавно я покупал механическую клавиатуру от одной известной компании, она мне не понравилась, я в процессе сдал, но как только я ее взял, меня очень бесил скотч, который отклеивался, ну, невероятно сложно, то есть я в итоге пол коробки расфигачил, пока отклеивал этот скотч. Думал, что дело в руках, но когда я взял девайс от компании Team Scorpions, понял, что скотч можно все-таки сделать нормальный, который, соответственно, не будет следом за собой тянуть часть коробки. То есть сейчас я вам покажу часть, с которой я снял скотч. Так, где она? Вот, смотрите, ну вот с этой части я снял скотч. Здесь нету абсолютно никаких следов, то есть если вам что-то белое покажется, то это скролл нарисованной мышки. Вот, то есть скотч снимается довольно-таки легко. Без уничтожения коробки, и теперь, если я захочу ее использовать как вместилище для каких-нибудь особо важных секретных документов, то ее внешний вид не будет испорчен. Перейдем дальше. Наверное, скажу о характеристиках данного девайса. Они также на уровне, то есть здесь хорошие датчики, которые позволяют мышке работать в режиме от 400 до 5000 dpi, то есть очень-очень высокое разрешение. В этом плане они тоже молодцы. Но, естественно, в начале, когда мы еще девайс не подключили, нас привлекает внимание внешний вид. И вот здесь стоит отметить, во-первых, необычный внешний вид мышки. Она красиво светится с 7 разных диодов, но это мы пока с вами, считайте, не видим. Вот как только мы мышку достаем. Соответственно, а вот привлекло меня внимание, привлек мое внимание этот вот кабель замечательный в оплетке. Может быть, его плохо видно, но это плетеная оплетка, которая отличается абсолютно от всех вот этих стандартных прорезиненных кабелей. Когда я отключал свою мышку, которую я пользовался, у нее, как и у клавиатуры, был черный обычный шнур. Я, соответственно, там думал, а что у меня мышка, что клавиатура. Раньше было хорошо, когда были эти PES-пополамы, сейчас же и все USB. Вот. Соответственно, шнур сразу отличается, он симпатичный. К тому же он неплохо гнется. Вот. То есть, хорошо изгибается во всех направлениях без проблем. И к тому же есть у этой мышки множество других замечательных моментов. Вот. Сразу же скажу, что среди аудитории есть люди, которым плевать на всякие такие эстетические вещи. Для них я, соответственно, рассказал о технических характеристиках. То есть, высокий DPI, хорошо очень скользит мышка, у нее тефлоновые ножки. Соответственно, она скользит без проблем. Я даже для теста взял специальный отстойный ковер, который мне на халяву дали. Ну, дали на халяву на GamerLive. Как вы знаете, там вряд ли, ну, вообще широкой массе аудитории, там, 200 ковров нам раздали. Вряд ли эта вещь окажется хорошей. Но, тем не менее, более-менее мышкой я двигать на нем могу. Вот. Ну, что-то даже двигается. Правда, надо DPI повысить на этом ковре. Я подстроился под тряпичный, а этот какой-то вообще... Ну, сами понимаете, на себе стоимость ковра, которую я сейчас вижу, 20 рублей. Как раз, чтобы, соответственно, показать, что мышка живет даже здесь. Вот. Если вам плевать на эстетические соображения, то я вам рассказал характеристики. В принципе, всегда можно с ними ознакомиться хорошо в интернете. Но могу вам вкратце сказать, что... Ну, вот я, как уже говорил, до 5000 DPI, соответственно. Ну, обычно неплохо, в принципе. Кому это очень важно, я думаю, 95% людей, которые будут смотреть этот обзор, спросят, а какая частота сигнала у мышки? Ну, вы сами понимаете, вы сами приходите в магазин, в какой-нибудь ларек в мелком городе, где продавец Будуна подходит к вам, и вы ему первый вопрос задаете. Причем еще вы, наверное, девушка-блондинка, ну, у меня становится любая аудитория, возможно, такая, возможно, нет. Вот вы к нему подходите и говорите, извините, а какая частота сигнала у этой мышки? И продавец Будуна отвечает, 1000 Гц, это же мышка от компании Team Scorpion, это Zealot, вот. 16 бит передача данных, так, ну, тут еще написано, что 24 индивидуальных положения колесика мышки, ну, я думаю, всем на это наплевать. Так, 22 функции кнопок мышки, ну, это ладно, это все фигня. Главное, что есть 5 профилей переключения DPI, это все удобно делается вот этой вот кнопочкой черненькой. На, получается довольно сумбурным, но я думаю, вы на меня не в обиде. Так вот, из еще внешних характеристик мне понравился USB, то есть он выполнен тоже довольно необычно, такой фигурный, но на самом деле он там где-то у меня под столом валяется, мне на это наплевать. Но хорошо, что он позолоченный, соответственно, как вы знаете, золото один из лучших проводников, в нашем мире, и поэтому позолоченный контакт, там, конечно, не какой-нибудь там 999-й пробы, то есть вы не сможете эту мышку переплавить в сережки и подарить их маме, но все равно золото является отличным проводником, и, соответственно, это также улучшает технические характеристики мышки. Вот, давайте сразу скажу цену, потому что я эту так нахваливаю, может быть, уже половина из вас хочет ее купить, но сразу скажу о ценовой категории. Стоит данный девайс от 2 до 3 тысяч рублей. Ну, я думаю, что найдутся разные магазины, которые за 4 косаря попытаются ее вам толкнуть, я такие магазины видел, вот, может быть, даже кто-то за 4,5 какой-нибудь особо одаренный торговец, вот, но можно найти эту мышку за 2 тысячи рублей на магазине, в магазине силайф.ру, 2 там с чем-то, 2 200. Вот, давайте перейдем к нашей подсветке, о которой я уже сказал, но мы с вами тогда решили, что вы ее еще в данный момент не видите, а вот сейчас вы вроде как ее заметили. Здесь мигающий скролл и вот другие части, то есть здесь есть верхний такой корпус пластмассовый и прозрачные штучки вот такие, в том числе скролл и так далее, и здесь сеточка. И все это мигает очень красиво, почему-то на камере это как-то смотрится не очень симпатично, но вот если вы придете ко мне в гости и попросите показать вам зелота, то, хотя не знаю, может на камере в итоге тоже норм будет, но в итоге здесь 7 цветов и они периодически мигают, причем они постепенно так, то есть тухнут и загораются постепенно, это не создает какого-то дикого мерцания неприятного и так далее. Разработчики еще уверяют, что можно, соответственно, чтобы это мерцание как-то настроить в соответствии с вашей игрой, то есть в соответствии с тем, что у вас происходит в галактике, но мы с вами это проверять не будем, это уже будет находиться вне рамок данного обзора. Если говорить про размеры мышки, то она небольшая, то есть, как вы знаете, есть девайсы, которые на всю руку, и есть девайсы, которые предполагают, что часть вашей руки будет оставаться на коврике. Вот это у нас из второго типа. Для этого у меня была мышка большая, к этой, в принципе, я привык довольно быстро, я сейчас я играю, там в лол гоняю и что только не делаю, там сижу в инете, то есть, в принципе, все удобно. Единственное, что тут не стоит не особо слушать в том плане, что я как левша никогда не пользовался асимметричными мышками удобными, то есть, возможно, если я возьму асимметричную мышку для левшей, то я сразу пойму, что такое вообще девайс для руки и так далее, я начну сразу тащить, мой скилл повысится. Но, по крайней мере, по сравнению с другими асимметричными мышками, она также хороша, то есть, никаких нареканий в этом плане нет. Скользит отлично, прикольно переключается скролл, точнее, DPI переключается. Вот, видите, это у нас зеленый типа режим, он зелененьким помигал, это красный режим. Ну, это вот совсем маленький какой-то DPI-чик я сейчас себе поставил. Синенький. О, синий побыстрее, ну и так далее. Ну, это я сейчас все тестю на, как я уже говорил, ковре за 20 рублей. Вот, вот это вообще очень бешеный, бешеный, бешеный скролл. К этому еще отличному делу прилагается, ой-ой, не, моя рука к этому не прилагается, не надейтесь, такой небольшой конвертик, где располагается, во-первых, диск с драйверами, я, правда, его уже вынул, инструкция, которую, как обычно, никто не прочтет, то есть, тут все мышки пронумерованы, цифры, там, обозначены буквами всякими разными, то есть, вы можете понять все-таки, что в мышке является скроллом, куда втыкать мышку, если у вас ноутбук или компьютер. Ну, короче, очень важная инструкция, я рекомендую каждому с ней ознакомиться для повышения своей компьютерной грамотности. И, что меня еще порадовало, здесь есть наклейки, причем меня, как любителя халявы, очень обрадовало то, что наклейок много, наклейок здесь 7 штук, вот, причем одна большая, ну, как, вообще, на самом деле, эти наклейки я в жизни никогда никуда не наклею, но сам факт их существования, что с мышкой мне дают 7 наклеек, меня очень обрадовал, а как вы знаете, для чего еще живет человек, кроме как для собственного хорошего настроения, настроения, ну, в принципе, не будем философствовать, но хорошее настроение очень важно в жизни человека, и эти наклейки меня открытно обрадовали. Я, конечно, их сейчас сложу в коробку с мышкой, потом через какое-то время эту коробку выкину вместе с этими наклейками, но, когда я их достал, я был невероятно счастлив. Вот, ну, давайте покажу вам диск, ну, в диске нет ничего обычного, он круглый с дырочкой, вот, там он крутится, в CD-ROM говорят. Ну, я сейчас в руках тоже его кручу. Здесь драйвера, давайте я вам покажу драйвера, только я не помню, на какую-то сцену я поставил драйвера. Сейчас, подождите, может быть, так, не сюда. Во! Так, подождите, у нас женщина какая-то на заднем плане из... Вот, давайте вот так вот сделаем. Мой хаотичный рабочий стол, кусок эксплита и программа драйверов. Вот, драйвера становится быстро, там буквально 10 секунд на это ушло, и здесь, соответственно, полные настройки мышки. То есть, компания-разработчик попыталась и здесь все сделать максимально понятно и хорошо. То есть, во-первых, есть профиль контроль, то есть, как вы можете переназначить кнопки мышки, можете скролл как-то на что-нибудь назначить и так далее, как какие-нибудь кнопки, соответственно. Так, все ли видно? Нет, не все видно, давайте. Во! Соответственно, то есть, вот эти все кнопочки можете переназначить. Разные профили есть, к тому же запоминаемые профили. Так, это уже я вам показывал. Потом, дополнительные настройки, соответственно, частота разная. Включить подсветку, если вы вдруг... Так, это я вам, правда, опять надо подвинуть. Если вы вдруг ненавидите подсветку, у вас аллергия на красный цвет, соответственно, или что-то еще, то вы можете здесь все это настроить. Как часто менять цвета и так далее, и так далее. Ну, то есть, можно пойти позже. Но, короче, главное, что в драйверах все собрано нужное. То есть, вы устанавливаете, вы устанавливаете диск, устанавливаете, и у вас все есть. То есть, не надо там лазить по интернету, что-то проги какие-то искать для переназначения. Хотя, большинство из вас так эти драйвера не поставят, потому что мышка отлично работает и без драйверов. Скорость двойного клика. Вот, кстати, если компьютером пользуется ваша двоюродная прабабушка, которая никак не справляется с двойным кликом, то вы можете здесь все это настроить. И даже какой-нибудь герой эстонских анекдотов все равно справится с этой задачей. Вот, соответственно, я еще раз вам показываю эту мышку. Она сейчас зелененькая, мой любимый цвет. Сейчас голубенькая. Может быть, тоже чей-нибудь любимый цвет. Вот. Девайс, в общем, довольно интересный. Соответственно, я бы рекомендовал его попробовать эстетом, либо тем, кто любит, что все было отлично, но без излишек. Соответственно, здесь нету 10 тысяч дополнительных кнопок. У меня в прошлой мышке, например, было, по-моему, 4 кнопки по бокам, которые я никогда не использовал в жизни вообще. То есть, здесь нету этого. Если вы играете в World of Warcraft, и вам надо забиндить все ваши многочисленные заклинания сюда, то вряд ли она вам подойдет. А вот если вы хотите, чтобы все было сделано качественно, красиво, но и там привлекал взгляд, но без всяких бесполезных излишек, то этот девайс для вас. В ближайшем будущем я запишу обзор на девайсы компании Team Scorpions, Electronic Blue, другие, более доступные, имеющиеся в ценовой категории, но они не менее симпатичные, судя по виду, и, надеюсь, не менее качественно выполненные. То есть, ну, посмотрим, я их анбоксю. Ну, по крайней мере, на коробочке они красиво нарисованы, и я очень-очень-очень жду ваши комментарии, потому что... Так, ладно. Потому что это мой первый видеообзор девайса, и, соответственно, нет, есть чему тут учиться. Возможно, не стоит шуршать пакетиком из-под CD в процессе обзора. Может быть, камеру как-то я совсем уже бичево направил. Ну, конечно, мне это самому не нравится, как я ее направил, но, по крайней мере, вы не видите мою кровать и так далее. Ладно. И самого меня тоже не видите. Это тоже бонус для меня. Ладно. Всем счастливо. До встречи в следующих обзорах, водов и прочей деятельности моей. До свидания, друзья. Давайте коробку напоследок покажу. Нормально. Вот просто нормально. Так вот, коробка. Смотрите. Оп-оп-оп. Открытая коробка. Вот наш зилот на коробочке нарисован. Значок Team Scorpions. Вот, соответственно, это дверца, про которую я вам говорил. Так, дверца. Опа. Видите? На липучке. Нет, не туда показываю. На липучке. Ну, короче, девайс. Девайс прикольный. Я пока им пользуюсь. И я этим доволен. Ну, сравню с другими девайсами. Девайс.